Сниму страшилки перед всеми людьми и обществами. Для этого я прочитал специально в последней редакции правительственные законопроекты спецконфискации. Там предусмотрены все гарантии, все предохранители по защите и сохранности права собственности. Первое и самое главное. Закон направлен не в будущее, а в прошлое. Речь идёт только об украденных конкретных делах. Давайте так и сделаем. Давайте такое написано. Второй предохранитель... Почему тогда этот закон не называется возвращение денег наградленных Януковича? Он называется не спецконфискацией, это его так в народе назвали. Он называется проповернение незаконно сдобутых, нажитых злочинным шляхом активов у властниц державы. Вот его новое полное название. Это раз. Не обгрунтованных активов. Второе. Второе. Серьёзный конкретный предохранитель. Вывели в новом законопроекте из уголовного процесса в гражданско-правовой. В гражданско-правовой. Третье. Есть серьёзная разница. Только спецконфискация вылучения в державный бюджет только в результате и по иску за подписью лично генерального прокурора, либо же руководителя НАБУ, либо же специализированной антикоррессионной прокуратуры. Следующий, третий из опобежных. Исключительно вылучение в дохи державы за решением суду, которое проводится в открытом режиме, с обязательной публикацией даты рассмотрения суда, конкретно сторон и чьих идёт дело. Следующее. Очень важно, друзья. На кого распространяется? Только в отношении тех лиц, которые более чем полгода находятся в международном розыске интерпола, по конкретному перечню преступлений. Это 191-го статья хищения государственных средств в особо крупном режиме. Это создание банды целью обогащения. Здесь у меня только одно замечание. Очень многих пособников Януковича интерпол в розыск не объявляется, ссылаясь на то, что это политическое преследование. Александр, ну послушайте. Речь не идёт о государственных облигациях. Конкретно полтора миллиарда долларов, которые находятся на счетах украинских банков. Поэтому я ожидаю, я ожидаю и надеюсь, что доходная часть бюджета в 2017 году от возврата украденных денег Януковича будет гораздо больше, чем 10,5 миллиардов. А почему за 2,5 года? Вот у меня маленький вопрос, Максим. За 2,5 года. Почему бы она не доказать... А потому что вы не голосуете, Николай. И мне очень жаль, что вместе с вами не голосует батькевщина. И мне жаль, что вместе с вами не голосуют некоторые народные депутаты, которые не успели разобрать. Александр, ну вот послушали мы это. Я не могу разобрать вас. Владимир Васильевич.